Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Яйц. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. По какому поводу мы сегодня собрались? Что предложишь? Как обычно, вопросы предложу глупо и не очень. Давай, предлагай. Очень часто идут споры возникновения человека на Земле. Есть разные версии – научная, библейская и ведическая многоточие. Есть ли у них какие-то точки соприкосновения? Вот об этом разреши. Сегодня тебя попрашиваю. Ну что ж, разрешаю спрашивай. Конечно же, точки соприкосновения обязательно есть. Вопрос только в другом. Откуда они происходят, эти версии, и к чему они ведут, эти версии. Естественно, что соприкасаться они будут обязательно. Так же, как в природе соприкасаются, например, паук и муха. Точки соприкосновения у них четко указаны. Давай начнем с той самой научной точки зрения, которую нам поставляют. Озвучи ее, как ты ее представляешь, как ты ее запомнил, как ты ее усвоил. Ну, на самом деле, она для меня кажется маленько странной. То есть, нам рассказывают такую штучку. Что, якобы, Дарвин предположил, исследуя каких-то птичек, популяцию птичек, если я правильно помню, что вот у них накапливаются какие-то наследственные изменения. Они как-то накапливаются, накапливаются, закрепляются. И вид маленько с этими изменениями изменяется и становится, как сказать, более таким совершенным видом. И вот он перенес это дело на мартышек, на обезьянок и решил, что вот, значит, мартышки, они тоже вот как-то накапливали в себе определенные изменения. То есть, кто-то кому-то хвост оторвал, кто-то вместо за это дело в руки взял палку, чтобы тот, кто ему оторвал палку, ему огреть. Потом еще придумали, что с этими палками и хвостами делать. Потом кто-то изобрел, наверное, электробритку. И так потихоньку-полегоньку из обезьянных появилось большое количество человеков. Но возникает на самом деле много вопросов. А почему вот с тех обезьянок человеки-то появились, а которые после этого остались, они что-то ни в какую-то дальше не хотят человеку превращаться. Есть другие еще примеры, когда находят, например, в Интаре, это вот застывшая такая смола, находят каких-нибудь насекомых. Например, там, скорпионов. И когда делают анализ углеродный, оказывается, что этим находкам, вот этим насекомым более миллиона лет. И они, по сути, такие же абсолютно, как те, которые сейчас. И вот этот метод показывает, что все-таки теория о том, что какие-то там изменения накапливаются, все-таки она маленько дает сбой. А может даже не маленько. Вот мое мнение, как-то так. Хорошее у тебя мнение, как-то так. Ну, давай все-таки рассматривать, а что, эволюция по Дарвину, она исключена здесь на Земле? Я думаю, нет. Она присутствует. И на самом деле на Галапагостских островах, когда Дарвин делал эти все изучения, и с чего, в общем-то, это все и вылилось, его теория, ну, или как приписывают ему эту теорию, она имеет место быть. На самом деле там вот эта эволюция была проявлена. Вот на этом острове вот такие вьюрки, вот на этом острове вот такие вьюрки, вот тут смесь такая, вот тут смесь сякая и так далее, и тому подобное. И то же самое присутствует в жизни, когда смешиваются разные существа, и вдруг ни с того ни с сего появляется какой-то вид, который укореняется, который здесь начинает полноценно развиваться, и, в общем-то, все хорошо, замечательно. Так что эволюция здесь есть. Но является ли эволюция единственным возможным способом происхождения живых существ? Несмотря на то, что у всех животных так или иначе, имеется в виду близких по строению к человеку, так или иначе присутствуют какие-то органы, которые у человека есть, где-то они лучше развиты, где-то хуже, где-то зачаточно, где-то еле-еле там просматриваются варианты. Но они есть. Мало того, что генетически мышка очень близка к человеку, и свинка тоже очень близка к человеку, но ни свинка, ни мышка человеком не являются. Это то, что говорят сами ученые. Ученые, естественно, рассматривают что-то базовое. Они рассматривают некий конструктор кирпичей, из которых складывается здание, но не отслеживают то, что в этих кирпичах присутствует. Вот это очень важно. Они не понимают состав кирпичей. Их интересуют общие какие-то грани, которые в каждом кирпиче присутствуют, приблизительный цвет, а вот что там дальше в этом кирпиче заложено, не всегда могут оценить. Многие говорят, что там очень много мусора. Очень много мусора. Вот там маленький процент – это полезное, а все остальное – это генетический мусор. Кто-то говорит, мы не знаем, зачем он. Кто-то говорит, да фигня, и сейчас будем туда закладывать, что хотим. И экспериментируют, как хотят. То есть эволюционность я отвергать, лично я отвергать не могу, она присутствует, но полностью довериться эволюции, теории эволюции я также не могу. Какие еще есть теории происхождения человека? Ну, есть теория. Это такая вот на второй странице бытия описана. Там получилось клонирование мы все создавали. Из ребра одного создали другого. Потом персонаж этот почему-то был нежизнеспособен. У него чего-то вложили. Потом, соответственно, все-таки он как-то начал более-менее осознавать себя. Поместили его в определенное такое пространство, где было все хорошо. Но в этом пространстве ему, соответственно, нельзя было кушать с определенного дерева. Но на нем там висели какие-то яблочки, которые ты съешь эти яблочки, и тебе захочется мир познавать. А тебе нельзя мир познавать. Ну, как бы вот, если я правильно понимаю смысл, такой складывается. То есть дерево познания добра и зла, с него кушать нельзя. Этот персонаж, у него еще была сделана подруга, съел с этого дерева, вернее, не так, эту подругу подговорила змея говорящая, которая по этому дереву ползала, что, мол, кушай яблочки хорошие, вкусные, не ГМО. Она согласилась, скушала сама, угостила мужика. Мужик, как обычно, повелся. После этого главный по саду обиделся и прогнал их к нам сюда. Ну, и потом у них как-то там один второго родил, и так далее, и тому подобное. И появилась вот такая схема. В ней какие-нибудь стыковки, я вижу. То есть, если ты такой умный, такой мудрый, создал такой сад, и запустил туда своих детей, малых, которые, ты понимаешь, что они такие несмышленные, то почему бы не оградить это дерево многократно колючей проволокой, сигнализацией, еще чем-то там каким-нибудь там защитами. Такими, чтобы эти несмышленные дети, образно выражаясь, никак не могли в пальцы таблетки засунуть. И будет всем счастья. А тут, понимаешь, сам допустил это дело, а потом наказал детей. Мое мнение, какой-то несправедливый в этой истории заложена схема мироздания. Вот как-то так. Вольные у тебя трактовки такие, своеобразные. Тебе бы быть каким-нибудь режиссером современной антропризы. Да. Если мы от этого отталкиваемся, то надо брать еще и первую часть создания всего. Но там говорится о том, что были некие боги, если читать, первоисточники, которые здесь все создавали, которые все это разделяли, варганили и так далее, и тому подобное. И которые создали по образу и подобию своему, мужчину создали и женщину создали. И сказали им, плодитесь и размножайтесь, управляйте этой землей, управляйте всем, что здесь есть. То есть несите ответственность за эту землю, которую вам предоставили в пользование. Населяйте ее, ухаживайте, увеличивайте свои рода. А уже там было рассказано, кто что имеет право кушать, что кто не имеет права кушать. А вот во второй части уже появляется представитель богов, некий Господь, который создает себе некий удел на дел, и где он начинает засаживать эту землю различными растениями. Но некому возделывать было эту землю, и тогда он создает себе человека, то есть некого такого раба, который бы обрабатывал эту землю. Но естественно, что одному человеку скучно, и поэтому Господь сначала к нему приводит животных для того, чтобы он их познал и назвал и выбрал себе того, кто ему подходит. И когда он увидел, что каким-то образом никто из животных к человеку не подошел, то в этом случае созданного из праха земного ее в душу, в душу, в него, и ожививший его, он погружает в глубокий сон, берет из него ребро, создает Еву, или Хеву, или Хаву. И там, естественно, есть полностью описание, как себя должна вести жена по отношению к мужу. Там, естественно, указывается про два дерева, не про одно, а про два. Одно вечной жизни, другое познание добра и зла, и вот познание добра и зла является заповедным. Почему? Ну, потому что раб должен исполнять свою работу. Он должен окучивать, он должен пропалывать, он должен поливать, собирать плоды. Там не нужен человек с большой буквы, который бы следовал своему развитию с точки зрения божественности, да у него, в общем-то, и нет ее, потому что нет родов, он создан искусственно, и куда селена жизнь, то есть душа. И когда нарушили это, они стали познавать этот мир, вот за что обиделся тот самый Господь на них. Вот почему он их проклял. И проклял, кстати, всю землю из-за этого. Меня бы очень сильно удивляло, если я бы проклял свое творение. Ну, понятно, какой-то таракан прибежал ко мне на кухню, я сказал бы, все, теперь кухня вся проклята, потому что таракан прибежал. Но это неправильно. Я бы избавился от таракана и почистил бы кухню и, в общем-то, продолжал эту кухню использовать. А тут проклинается вся земля. Но дело не в этом. Нравы там, видимо, в тех временах были суровые, поэтому так было принято. То есть, что мы видим? Жили люди, потомки богов, созданные и по образу, и по подобию богов, которым земля была дарована в использовании. Потом был создан некий надел к востоку от определенного места от Эдема. И в этом наделе был создан некий раб, который должен был возделывать эту землю. Потом была генетически создана ему подруга, которая также вместе с ним должна была его веселя здесь сделать что-то в раю. Но когда тот самый змей, про которого ты говоришь, искуситель предложил яблочки, но там, скорее всего, не яблочки все-таки были, яблочки – это уже более современная транскрипция, были предложены плоды с этого дерева, то в этом случае тогда они вдруг поумнели, они стали отличать добро от зла, они стали разумными существами и получили пинок в зад. А чтобы обратно не лезли, чтобы не могли жить вечно, питаясь плодами с дерева вечной жизни, был поставлен охранник с огненным мечом. И было сказано, теперь они стали такие же, как мы. То есть, оказывается, там был не только один бог, там были еще боги. И вот, чтобы они так высоко не поднимались, мы их отсечем отсюда, и будете теперь, в общем-то, жить очень и очень плохо, будете страдать поту и крови, добывать себе пищу, рожать муку в детей и так далее, тому подобное. Ну, дальше там идет развитие, эксперименты продолжались, и тот самый Господь вкладывал семя в Еву, и Ева рожала детей, об этом написано. Ну, неудачно там было рождение, первые два ребенка между собой не поладили, зависть, гордыня, Каин убивает Авеля за то, что Авель принес ягнят Богу, и Богу это очень понравилось, а Каин принес зерна, и Бог на них не обратил никакого внимания. То есть, Бог любил ягнят кушать, и вообще нравились ему дымы вот эти, сожжения, телес, ну, в общем-то, такой шашлык, видимо, уважал, судя по тому, что там было написано. Вот, и Авель был умершелен, всезнающий Бог, он не знал, что Каин убил, он спрашивает, допытывается, где твой брат, всезнающий Бог не знал, что Адам и Ева скушали вот эти самые плоды, что они прячутся, всезнающий Бог не знал о том, что звери человеку не подходит, то есть эксперименты эти все постоянно проводились, и мне видится, что это был именно не тот всевышний. А это был именно один из представителей, который обладал некими очень серьезными возможностями по сравнению с людьми, населявшими на тот момент Землю, и который создал вот именно что-то свое. Если мы начнем читать более интересные писания, то в этом случае мы поймем, что до Адама тоже был некий эксперимент, и там присутствует такая тетенька Лилит, это когда были созданы два глиняных тела по принципу того, как создавали боги до этого мужчины и женщины по своему подобию. Ну, здесь были взяты образы тех людей из глины или из праха земного были созданы Адам и Лилит, туда были ангелы помещены, ангелы падшие имеется в виду, которые перешли на сторону Сатанаила, Сатана, это его имя, Ил, это значит Бог, значит, Бог, божественный сын по имени Сатана, Сатанаил. И вот тут все и закрутилось, они между собой стали спорить, после этого их разделили, и Сатанаил отдал ангелу на стороне Сатанаила, который был, ангелу воздуха, Шмайлю или Самуилу, вот эту самую Лилит, и там родились дети, были не настолько уродливы по тем меркам, как там описывается, что Лилит поклялась убивать каждый день несколько новорожденных в тех родах, которые Лилит не славит. Один из этих новорожденных назывался Саваоф, то есть Саваоф это внук, если так внимательно просмотреть, Сатанаила. И вот, в общем-то, там он был назначен Саваоф как управленец небесного воинства, вот этого самого Сатанаила. Ну, это так, небольшой экскурс, чтобы понять, как там, что, где разделялось, чтобы дальше уже не залезать какие-то дебри. Что здесь смущает? Во-первых, смущает то, что когда Каин ушел с глаз Господа, он почему-то вдруг построил город и взял себе откуда-то в жены женщину. Многие те, кто трактовать любят библейский сюжет, они говорят, ну, к тому времени Ева уже там родила кого-то, вот, значит, он там к себе жены спокойненько взял. Но прошу прощения, это очень значимый момент, очень значимый момент. Если бы Ева кого-то родила, то в этом случае уже бы тогда об этом было написано. И родила тогда дева еще вот Ева того-то, того-то и того-то и того-то. И вот это стало женой пример того, который родили Сифы и так далее. Но об этом ничего не написано. Просто он ушел с глаз Господа и он взял себе жены какую-то женщину и построил город, и вот там дальше пошло уже развитие. То есть все значимые персонажи там очень конкретно указываются. Значит, получается, до этого все-таки из первой части мы должны провести линию уже люди были, которые на земле расплодились, которые уже эту землю содержали по заветам тех богов, которые их создавали. То есть они были наследниками богов и землю этого не оберегали. Вот такая интересная ситуация. Получается, что библейский сюжет пересекается с нескольким иным сюжетом, который был до библейского, о котором, я думаю, мы с тобой еще поговорим. Дальше про библейское мы говорить ничего не будем, потому что все в библейском сюжете пытаются привязать к тому, что вот именно Адам и Ева являются родоначальниками всех людей. И вот когда произошел потоп, в очередной раз Господь обиделся, всех затопил и спас только Ноя и его сыновей. Ну, что там дальше происходило? Ну, сыновей, естественно, с животными, с женами. Что там дальше происходило? Какие грехи там были? Как, опять же, сжигали этих животных спавшихся несчастных? Это все отдельно рассказывается. Какие там грехи сотворил хам и что там дальше было? Не будем сейчас этого казаться. Вопрос стоит в другом. А откуда появились люди с разными цветами кожи? Потому что до этого якобы все были уничтожены. Но мы знаем, что на Земле присутствует много людей с разными цветами кожи. И никак в библейский проект это не вписывается. Явно, что генетика совершенно разная. И из людей, которые произошли от одного кого-то, не могут произойти люди с разными цветами кожи, с другой генетикой. Ну, нет такого в природе. И вариант Дарвина здесь тоже не подходит, потому что для того, чтобы появились другие, необходимо, чтобы другие были, и чтобы с кем-то скреститься. Поэтому и дарвиновский вариант сюда не подходит появление. и библейский сюда тоже не подходит появление людей на земле. Какие у нас еще есть теории? Давай рассмотрим. Ну, я, во-первых, как себя маленько попробую выгородить. Я не упоминал первую часть бытия, первую страницу, потому что она как раз больше-то подходит к тому, с чего рассказывает ведичество. А во-второй ты подробно все рассказывал. А вот сейчас как раз действительно надо уже затронуть я чувствую и то, что дошло нам от наших предков, эти знания, которые дошли от наших предков. По этой информации как раз получается, что во Вселенной есть разные земли, на которых есть те или иные формы жизни. Эти формы жизни, они встроены по-разному, но в данном случае мы будем разбирать форму жизни, такую, как человек. Причем человек довольно-таки интересное существо. В нем присутствует и физическое тело, и душа, и дух. То есть как бы это такой, как можно сказать-то, такой кристалл, в котором точно нельзя разделить, что вот это в этой части только одно, а в этой второе, а в этой третье. То есть это образная структура такая, целостная, но структура с задатками такими, что оно может самопознавая себя, самопознавая окружающий мир, развиваться, становиться мудрее и использует свои знания в, ну если очень упростить, на то, чтобы разрушать существующее мироздание или для того, чтобы его улучшать это существующее мироздание, чтобы там либо больше было процессов разрушения, либо больше процессов ладо и гармонии. Вот так. И получается по ведам, если я правильно это все помню, то в ну там наверное будем рассматривать все-таки вот копление наших звезд, которые называются галактика Млечный Путь, в ней находилась в разных звездных системах располагались люди подобными внешними телами и внутренними но все равно у них были те или иные отличия в данном случае это были вот например говорили по сетчатке глаза отличия основное это именно связано с тем что в тех мирах где они находились был разный класс звезд которые освещали миры у них разный спектр излучения а глаза своего рода фильтрами является и вот для того чтобы наилучшим образом воспринимать излучение этой звезды у кого-то были более темные фильтры у кого-то более светлые у кого-то с краплением одних цветов у кого-то с краплением других цветов плюс были какие-то качества у этих народов более проявленные одни лечили хорошо другие учили хорошо третье перемещались в пространстве хорошо космическом четвертое хорошо были защитниками воинами охранителями может там еще дополнительное качество основной и вот как бы костяк этих народов таких условно их можно разделить на 4 народа которые упоминаются там даорийцы хаорийцы арасены и святорусы вот они получается между собой жили очень дружно и очень совместными усилиями они обороняли свои миры от того когда эти миры пытались какие-то другие формы жизни захватить поработить и так далее и вот в одной из такой в одном из таких конфликтов произошло так что один корабль на котором перемещались представители получается вот этих вот народ я не знаю точно там 4 было этих народа или меньше в общем корабль был получил неисправность и его для того чтобы отремонтировать его его необходимо было как сказать остановить куда-то ближе к солнцу переместить и там начинать ремонт и получилось что оказался этот корабль вблизи от системы нашей вот этой солнечной в которой мы сейчас находимся на тот момент там на этой планете земля на тот момент было очень жарковато потому что солнце на тот момент было больше по размерам якобы и соответственно приземление происходило куда-то на более дальние планеты но так как у этих народов очень хорошо было развито вот это прогнозирование просмотра событий которые будут в будущем в грядущем было отслежено что вот на этой планете которая сейчас называется у нас земля что через какое-то время тут будет благоприятный климат и в этом месте можно будет соответственно устраивать эту планету заселять тут можно делать дополнительную так сказать колонию свою и через какое-то время действительно на эту планету прибыли первые переселенцы которые вот ее на ней начали осваиваться на ней начали жить дальше получилась какая штука через опять какое-то время произошла войнушка в космосе и здесь помимо вот этих в этой войнушке помимо того что тут в этой войнушке участвовали народные расы это вот четыре которые упоминал дарийцы тарийцы росены и святорусы еще были люди с кожей красной вот этого цвета это они были получается вроде бы то есть там были с красной кожей цвета с желтой кожей цвета и с кожей цвета мрака причем какие-то из них были нашими союзниками мы точно помним что кожей цвета мрака были якобы врагами в этой войне у святорусов росенов корицев дарийцев и по-моему союзниками были не то красные не то желтые это я толком не могу сказать но получилось что все-таки наша раса умудрилась в этой войне выстоять победить и но так как все-таки совесть у нас преобладает и вот это вот качество когда мы все-таки пытаемся помогать другим оно тоже главенство то что ты упоминал пути светло и получилось так что по доброте там душевно или по все-таки по каким-то именно задачам вот развитие этого сектора мироздания вот было принято решение на нашу планету переселить еще народы с кожей цвета мрака потому что у них там их мир был разрушен также переселили народы с кожей значит заходящего солнца там и красной кожи короче желтой кожи и причем их расселили в те природные места где им было наиболее комфортно жить и якобы вот по именно по этому здесь присутствуют четыре расы как бы нет не правильно сказал четыре разновидности людей которые одни из которых светло кожи можно отнести к красе потому что это раз как белый чистый переводится и три других народа которые именно с других звездных систем и с другой цвета кожи и с другим то что называется характером менталитетом своими чертами присущими потом якобы туда тут еще прилетели к нам на планету представители которые любят мимикрировать подделываться под другие расы но это уже как говорится тут это долго можно про это рассказывать и разбираться но основной момент про раз про четыре которые ты говоришь как возможно они тут появились вот по ведическому представлению если я правильно помню то вот так как я рассказал да тоже такая вольная достаточно вольный пересказ того что описано в одном из вариантов вед вед существует достаточно большое количество где-то они в упрощенном формате где-то они в развернутом формате где-то они в адаптированном формате для определенных родов нам известно на сегодняшний момент больше индийские так называемые веды которые в свое время были упрощены для определенных людей для того чтобы те люди не впали в какие-то очень неприятные действия чтобы они сохранили себя были и другие веды которые у разных народов хранились до поры до времени некоторые хранятся в закрытом виде до сих пор потому что там более точная информация которую еще кое-кому знать рановато что-то прорвалось на свет какие-то эпизоды где-то также прорывались на свет где-то что-то упрощалось для того чтобы современные люди это понимали где-то что-то компилировалось под видом вед и так далее и тому подобное то есть вед как таковых достаточно большое количество та версия которой ты рассказываешь да она имеет место быть немножечко там более точно все описано ну скажем так что из-за отсутствия времени ты не стал полностью все пересказывать за что тебе низкий поклон исходя из этого здесь достаточно нам понять что человеки здесь оказались не просто так здесь колонизация земли происходила по определенным правилам и устоям населяли землю наши предки которые несколько отличались по росту по своим возможностям от нас потому что необходимо было свои телеса подстроить под гравитацию под условия жизни здесь на земле потому что другие земли откуда они прибыли они несколько отличались от нашей земли поэтому так или иначе генетическое изменение наших предков происходило это тоже надо понимать и честно об этом говорить где-то что-то менялось где-то что-то добавлялось какие-то возможно эксперименты тоже проводились для того чтобы здесь все это вот как раз было проявлено чтобы люди человеки здесь могли быть помимо всего этого проводились эксперименты с разными человекообразными существами которые здесь на земле уже были об этом можно прочесть в писаниях иных народов также сюда прибывали другие рода с другим цветом кожи с другими какими-то предназначениями в жизни все это было также проводились генетические эксперименты теми инженерами которые прибывали с других землей с других земель они к нашим родам отношения не имеют и задача у них была не адаптировать каких-то людей к жизни на земле чтобы они человеками были а скомпилировать из того что уже было представлено то есть сложить отсюда 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 и создать работников о чем тоже неоднократно упоминается в иных писаниях которые могли бы здесь что-либо делать производить и вот тут как раз происходит пересечение из дарвиновской теории и из библейской теории потому что мы видим что и создавались здесь люди и также была своя эволюция которая кстати происходила не просто так она происходила под присмотром свыше то есть некие предки отвечавшие за устройство жизни и программу жизни на земле здесь занимались подготовкой биологического материала подготовкой живых организмов и подготовкой человекообразных существ и это все вписывается в дарвиновской теории с одной только поправкой не само собой это происходило а были некие вмешательства на генетическом уровне создания из одного в другое более совершенного или более подходящего для каких-то определенных условий жизни вот в этом климате вот в этом климате если обратите внимание очень много что похоже на этой земле многие существа очень сильно похожи отличия там буквально десятые доли процента в их генотипе поэтому и дарвиновский вариант здесь есть в чистом виде и дарвиновский вариант с точки зрения генной инженерии здесь присутствует и вариант космического происхождения здесь есть и вариант космического генетического присутствия здесь есть где происходили вот эти смешения все это присутствует все это есть Только вопрос в другом Опять же Вы к кому относитесь? Для того, чтобы здесь жить хорошо Необходимо занимать ту нишу Которой вы здесь предназначены И заниматься, исходя из этого, теми делами Которые на вас изначально были возложены Если вы слуги Господа, рабы Господа То вы должны Господу служить Если вы генетический материал Который и отсюда, и отсюда Ну, значит, надо как-то приспосабливаться Если вы предки родов небесных Неважно, какого цвета Белого, то есть расы Или желтый, или красный, или черный Которые сюда были доставлены Вы должны почитать своих предков и свои устои Иначе вас разрушит цивилизация Часто говорят Вот белые люди, какие-то там расисты И так далее И иногда пытаются это лекало мне пришить Вот я заявляю, что я живу по божественной программе Я не нарушаю установок богов Я не нарушаю того, что боги здесь сделали Боги создали людей разными При помощи богов И эта земля была населена Разными существами Человеческими Относящимися к разным родам И я Следую этим установкам Я против того, что было смешение Каждый род Со своим Генотипом Со своим цветом кожи Со своей программой Здесь на земле Для чего-то нужно Иначе боги сюда его Не допустили И я за то, чтобы Эти Человеческие существа Сохраняли Свои знания Сохраняли Свои рода В том виде Как они Были изначально То есть Я не противодействую Богу Я не богоборец Я не отношусь К народам Богоборцам Вот это самое главное И еще тоже Хочу отметить Часто начинаются Религиозные какие-то войнушки Только потому, что Кто-то что-то отверг Или кто-то что-то не так сказал Я ни в коей мере Не отрицаю Господа Он кому-то нужен Он за что-то здесь отвечает Он какие-то народы Иные создал Он где-то с кем-то Кого-то перемешивал Это его дела И если они допускаются Высшим разумом Всевышним Значит они для чего-то нужны Только вопрос такой Как мне реагировать А реагировать мне надо так Если я вижу, что кто-то Начинает навязывать мне свою волю И Начинает уничтожать мой род То в этом случае Я буду оказывать противодействие Потому что Мой род Был создан Богом А значит Он имеет право на жизнь Значит он для чего-то здесь нужен И прошу прощения Я не собираюсь Подставлять свою глотку Или Глотки Своих родичей Под чей-то топор Или чей-то нож Я не собираюсь Чтоб какой-то Богоборец Уничтожал Мои рода И близкие Рода К моему роду Потому что Это против Бога Это богоборчество Вот единственное Где я не согласен С теми Кто что-то пытается Делать против нас Далее Я ни в коей мере Не уступаю Против того Что был Иисус Если он здесь Появлялся С определенной Мессией Значит Он здесь был нужен И то что он пытался Донести до иных народов Считаю Что это хорошо Но это не означает Что я Должен быть Последователем Этого Мессии Потому что Те знания Которые он давал Иным народам Они в несколько Упрощенном виде Были скомпилированы Из чего-то Более древнего Чем владели Мои предки Я не хочу Отрезать от себя Какую-то часть Или отрезать Часть от своего наследия Отказываясь От чего-то И принимая Что-то Упрощенное Я желаю Быть в ведическом Пространстве И воспринимать Мир Всестороннее Всестороннее Поэтому Если он принес Иным народам Какие-то знания То эти народы Могут принять Или не принять Но там Про меня В его учениях Ничего не говорится Про мои рода Там ничего не говорится Кроме одного Что к ним ходить Не надо Я уважаю Иисуса Уважаю Его дела И поэтому Я следую Его воле Меня Это Не касается Я свою точку зрения Излагаю Хотите Верьте Хотите Нет Хотите Что делайте Это моя точка зрения Но при этом Я очень уважительно К нему отношусь Были жрецы И волхвы Которых приписывают По деяниям К Иисусу Это отдельный Совершенно разговор И он Не касается Тех иных народов То есть Здесь получилась Целая каша Мы сейчас Не будем Это затрагивать Также Я уважительно Отношусь К тем Последователям Которые Чтут Имя Мухаммеда Того Самого Знаменитого Пророка Который Внес Очень много Полезного Очень много Внес Для Народов Населявших Паленый стан Который Сейчас называют Там Арабию И так далее Потому что Там тоже Много Давалось Очень важного И полезного Для тех Народов Для тех Времен Чтобы прекратилось Самоубийство Прекратились войны И чтобы люди Там начали жить Нормально Поэтому я С большим уважением Отношусь К Мухаммеду И кто-то Еще там Мне сказал Вот вы Отвергаете Бога Всевышнего Отвергаете Аллаха Ни в коей мере Я не отвергаю Бога Всевышнего Ни в коей мере Я не отвергаю Аллаха Почему? Да потому что Это и есть Если мы говорим Про Всевышнего Или про Аллаха Это и есть Тот самый Всевышний Который Все изначально Создавал Откуда Все пошло Ал Это все Ах Это вот Божественное Проявление Мудрости И так далее Поэтому Как я могу Отвергать Того Кто Здесь Все это Создавал Как я могу Отвергать Всевышнего Все бога Который Все это Создавал Как я могу Отвергать Детей его Которые По уровню С нашим Если сравнить Являются Богами В этой Религии Они названы Ангелами В другом Направлении Они называются Легами Богами Детьми Богов И так далее Я это Ничего не Отрицаю Я только Говорю о том Что для Каждого Рода Для каждого Народа Для каждого Племени Существуют Свои Учения Которые Полезны Именно Для этого Народа И этого Рода И этого Племени И что Необходимо Этим Родам Народам И племенам Следовать Своим Учениям Но у меня Есть свое Учение И не более того Давайте Ребята Жить Дружно Поэтому Еще раз Если кто-то Говорит Слово Аллах Но при этом Вот этого Все Бога Применьшает Только к земле Он Занимается Очень Непристойным Делом Потому что Аллах Как все Бог Создавал Не только Эту землю Создавал Не только Луну И солнце Создавал Не только Ближайшие Планеты Он создавал Нашу Солнечную Систему Он создавал Нашу Галактику Он создавал Нашу Всю Вселенную И все Миры Которые Есть Вы что же Думаете Что Аллах Или все Бог Он такой Примитивный Чтобы только Граничиться Одной землей И теми Существами Которые Здесь Присутствуют Не Применьшайте Его Он Намного Мощнее Вы же Об этом Читаете В Коране В Коране Там Все Написано Что Нет Выше Бога Чем Аллах Это Все Бог И Нет Другого Бога Для вас Чем Аллах Так Чего Вы Примешаете Он Создатель Всего Этого Всех Миров Всех Вселенных Которые Здесь Есть А раз Это Так То Он Может Быть И Создателем Других Народов Других Земель Обитаемых И Это Тоже Не Надо Исключать То Есть Не Надо Преуменьшать Заслуги Богов Надо Чтить Своих Великомудрых Предков И Богов Вы Их Можете Называть Ангелами Можете Называть Как Хотите Духами Это Все Есть И Не Надо Придираться К словам Людей Из Других Религий Из Других Вер Каждый Видит Бога По Своему У Каждого Свой Бог Свой Посланник Свои Традиции Давайте Жить В мире Не Нарушая Простых Заветов Но Если Кто-то В очередной Раз Говорю Будет Уничтожать Мои Рода То Мои Рода Поднимутся Против Этого И Тогда Мало Не Покажется Не Доводите До Этого Живите В Мире Здесь Всем Хватит И Солнце И Воды И Воздуха Если Жить По-божески Ну Вот Как-то Так То Есть Подводя Итог И Дарвиновская Теория И Библейская Теория И Ведическая Теория Они Между Собой Связаны Только Одно Имеет Более Широкое Представление Что-то Более Заужено Исходя Из того В какие Времена Это Кому-то Давалось Если Учение Отличается От Других Что Нет Последовательного Возрастания Есть Сразу И Все А в Других Учениях Религиозных Есть От Простого Якобы К Сложному Если Вашей Теории Присутствуют Вашей Жизни Присутствует Теория От Простого К Сложному То Вы Находите На Дарвиновском Пути Или На Библейском Пути Если У вас Есть Сразу Все То В этом Случа Вы Находите На Ведическом Пути Разберитесь К чему Или К кому Вы Относитесь И тогда Все Встанет На Свои Места Вот Как-то Так Да Очень Такая Глубокая Мудрая Речь Которую Сейчас Слышал Прошу Прощения Если Я Кого-то Обидел Своими Вот Этими Трактовками Так Сказать Вариациями Как Оно С Моим Уровнем Понимания На данный Момент Происходило Но Я Вижу И Другую Грань Такую Даже Не Грань А Целостность Насколько Все Мудро Все Создано И Оно Именно Образует Гармоничную Целостность Где Все Важно И Где Каждый Кусочек Каждая Грань На Своем Месте Главное Чтобы Только Вот Эта Грань Не Считала Что Все Другие Грани Не Нужны И Важно В Общем Понимание Вот Еще Обратите Внимание На Понимание Вот Одно Дело Когда Ты Все Пытаешься Сказать Вот Это Не Подходит Разбросать И Оставить Только Один Кусочек Или Другой Уровень Понимания Когда Ты Видишь Целостную Картину В гармонии И Вот То Что Ты Или Через Тебя Алексей Выдается Ведается Этого Очень Как говорится Дорогого Стоит Это Здорово Замечательно Благодарю Богам Нашим Светлым Предкам Нашим Славным И тебе Алексей За это В очередной Раз Благодарю Тебе Михаил За то Что Ты Поднял Эту Тему Благодарю Наших Слушателей Зрителей Которые Эти Темы Присылают К тебе Друзья Мои Каждый Из Нас Уникален Каждый Здесь На земле Для чего Это Нужен Но Это Не Говорит О том Что Тому Кто Кусает Нас Мы Должны Подставлять Каждый Раз Руки Уши Глаза Это Говорит О том Что Мы Должны Осознать Почему Это Происходит Понять Почему Это С нами Происходит И Если Это Не Нужно Для Нашего Развития То Сделать Так Чтобы Это Больше Не Происходило Или Создать Условия Такие Для Тех Насекомых Которые Нас Кусают Чтобы Они Переносили Со Своими Укусами Например Добро А Не Яд И Существует Такая Теория О том Что Комар Просто Так Не Кусает Что Он Адаптирует Человека К тем Условиям Жизни В которые Он Попадает К той Среде И к тому Месту Где Он Сейчас Проживает Такая Теория Есть Но При этом Есть И Малярийные Комары Которые При своем Укусе Впрыскивают Под кожу Человека В кровь Что То Такое Что Потом Человек Очень Сильно Мучает Вот Давайте Все Таки Относиться С точки Зрения Цельного Восприятия Мир Ко всему Что В этом Мире Предъявлено Предъявлено И Представлено Вот Если Мы Будем Так Относиться То Тогда Наша Альность Наш Этот Алмаз Будет Сиять Будет Полноценен Если Мы Будем Что То Выбирать Из него То Он Тогда Будет Ущербен Давайте Жить Хорошо В ладу С природой По Совести Как Велели Наши Великомудрые Предки И Боги Желаю Всем Добра С вами Был Алексей Орлов Михаил Ять Народное Славянское Радио Если Передача Вам Понравилась Отмечайте Это Делитесь С друзьями Изучайте Своё Прошлое Желаю Всем Добра До Встречи Увидимся И услышимся Быть Добры И летит Ты на Крылатом Коне Рус Далёкие Тысячи Ледья Рус Добра 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 Продолжение следует...